Здравствуйте, господин Стюркин. Мы сегодня с вами встретились на чемпионате России по студентам. Скажите, как вам чемпионат и насколько он интересен для большого российского дзюдо? Прежде всего могу сказать спасибо большое за приглашение организаторов турнира. И Александр Васильевич Павлович, Сергей Евгеньевич, Табакова. У нас давние приятельские отношения, мы работали совместно не один год, не один проект у нас был совместно. Что касается этого студенческого старта, естественно, возрастная группа, именно студенческая, она очень важна. В плане того, что на основании этих турниров, на основании первенства России по студентам, ну, в дальнейшем, люди во многих странах попадают в сборные, которые принимают участие непосредственно уже на всемирных универсиадах. Раньше это дзюдо были чемпионаты мира по студентам, сейчас дзюдо в Олимпийскую семью принято, универсиадное движение. И каждые два года проводится этот мощнейший турнир. Почему мощнейший? Потому что из тех ребят, которые были, представляли сборную Японии, Кореи, Франции, я знаю множество олимпийских чемпионов, и ТП «Кога», и, если будем брать, и множество французов, известных спортсменов, ну, перечислить можно долго-долго-долго-долго. Все проходят через студенческий старт, студенческий старт является для них определяющим, потому что после молодежи, допустим, как у нас, вот сейчас принято в Европе, у нас то, что при модели взята от России, да, это возрастная группа 23 года, а в мире, в мире, культивирует студенческий спорт. И все спортсмены, которые проходят через студенческий сбор, после молодежи в студенческий спорт они попадают, а потом они же попадают в основной состав национальной сборной, и уже выступают на официальных стартах на чемпионах Европы, мира Олимпийских игр. По данному турниру могу сказать, что представительство очень хорошее. Более 240 спортсменов из практически всех федеральных округов Российской Федерации, от Дальнего Востока и до Южных наших широт, и, естественно, до Северных. Полностью охват громадный, и Центр, естественно, представленный, культив, что здесь проводится. И я вижу многих спортсменов, которые являются и победителями, и пенсионерами, вырастную группу до 20-23 лет, и не все пробелись в финал. Вот это очень интересно, интрига сохраняется. Видимо, турнир действительно, говорю, почему видим, потому что не все блоки видел, и совсем недавно прибыл, но вижу, то, что вижу, про то и могу сказать. Турнир действительно яркий, можно сказать, отборочный для выпадания многих спортсменов на Всемирный университет 2013 года в Казани. Скажите, вы курируете спорт Челябинской области, да? Уральский федеральный округ. Насколько студенческий спорт, ну и в частности студенческое дзюдо, там на каком уровне находится? Студенческое? Ну, дело в том, что все спортсмены, которые претендуют на что-то, являются либо основным составом, либо резервным составом сборной, они, все студенты, начнем с этого. И, соответственно... Как оно развивается, студенческое дзюдо? Насколько оно имеет массовый такой характер? Во всех ли вузах есть? Я понял. Или только институт культуры? Во всех вузах есть спортсмены хорошего уровня, но надо сказать следующее. Поскольку спортсмены представляют еще и ведомственную структуру некоторые, им приходится выбирать. Это не совсем может быть и правильно. Выбирать, выступать либо на вооруженных силах, попадать в состав команды, либо выступать на динамокских соревнованиях, либо на турнирах, которые относятся к чемпионатам, ну, на чемпионатах всех этих лет. После этого они попадают на следующие этапы соревнований. То ли это ведомственные, всемирные универсиады, игры полицейских и военные игры, то ли это турниры, которые являются определяющими Россией, это чемпионаты и первенства России. Но у нас пока нет четкого формулировки. Есть четкая формулировка у федерации. И говорится, что спортсмен должен приближать к одному ведомству. Но у нас пока и существует принятие правильного. То есть из-за этого происходит некоторый такой дисбаланс, что студенты бегут с одного плотика на другой. Да, они могут выступить сначала в одном ведомственном турнире, потом на другом ведомственном турнире. Но я думаю, после Казани все в корне должно поменяться, поскольку увидят люди четкое определение, что вот это студенческий спорт и чтобы попасть на Казань. Но для этого еще Российская Федерация должна принять большое решение, что не только основной костяк национальной сборной должен туда попадать на чемпионат, вернее на всемирный мир. Но и те ребята, которые отобрались на этом турнире. Вот когда будет вот эта общность в определении, что дает вот этот старт, является ли он турниром отборочным, либо просто турниром, который показывает развитие студенческого спорта на уровне Российской Федерации. Тогда будет все четко и понятно. Вы имеете в виду разделить как бы сборную России сделать по студентам? Есть основная, потому что многие в основной сборной... В календаре, скорее. В календаре поставить этот турнир особняком, поскольку, я уже говорил, на уровне мирового дзюду, он является предшествующим турниром, большим официальным стартным чемпионатом Европы и мира европейских игр. Если мы будем проводить Россию по студентам, ну и, соответственно, параллельно ведомствами России, именно в те сроки, которые не будут мешать календарю национальной сборной, то будет все замечательно. Буквально меньше недели осталось до чемпионата Европы в Челябинске. Это ваша родина. Вы, наверное, много сил... Ну, зачем родина? Это то место, где я разбивался, где я не делался. Да, где вы стали великим спортсменом. Насколько... Насколько готов Челябинск? Ну, это уже много говорили, что Челябинск готов. В Челябинск уже весь, так сказать, все, там уже дух дзюдо настолько пропитался в каждого, что практически все уже, наверное, там в кимоно ходят. Я так думаю. Вот. Для вас, как для... Опять минут успеешь. Человека, как чиновника, да? В недавнем прошлом. Ну, в недавнем прошлом. Ну, вообще, ну, вы занимаетесь все-таки развитием дзюдо в Уральском округе. Представитель общественной структуры Российской Федерации. Для меня это важно. Насколько важно это для вас? Важно, конечно. Надо просто помнить то, что в Российской Федерации никогда чемпионат Европы еще не проводился. Во время Советского Союза в Киеве этот проводился чемпионат Европы, далекие 70-е, да? В 83-м чемпионат мира был в Москве. И больше больших офицерных стартов, за исключением гранд-шлемов, конечно, и турниров Кубка Миры, как он назывался раньше, гранд-шлем, да, не проводилось. А если мы берем чемпионат Европы, Мир, Олимпийские игры, это самые определяющие старты для многих спортсменов. На основании этих турниров они могут говорить о своих титулах и регатах. В основном это так. А что еще можно сказать? Это самое основное. Что касается Челябинска, для Челябинска это очень было важно. И тут большое спасибо нужно сказать прежде председателю Европейского Союза Сергею Словичу за то, что он поддержал челябинскую делегацию, за то, что в свое время те условия, которые предложил Челябинск, они были, наверное, самые, наверное, такие грандиозные. Потому что Челябинск полностью принимает перелет, берет на себя, принимает все делегации спортсменов официальных. То есть вы имеете в виду, из Европы не будет пересадочных рейсов через Москву, международный аэропорт в Челябинске? Все, что касается трансферта, касаемо Москва, Челябинск, Москва, будет осуществлено за счет принимающей стороны. Ну и проживание, питание, естественно. Вот Европейский Союз согласился. И тот ролик, который совместно был. Я был основной администрацией на тот момент, и городской администрации сделал. Он был, наверное, самым показателем. Вы знаете, на конференциях не доводилось мне до этого Европейского Союза присутствовать, но те ролики, которые были представлены по молодежным первенствам Европы последующих годов, и наш, который был презентован, но это небо и земля. И сказали, вот эта показательная презентация, это именно те условия, которые важны и интересны для того, чтобы проводить турнир. Ну да, единственное географическое местонахождение. Не совсем Европа. Немножко уже власть, не совсем Европа. У нас границы проходят как раз-таки соединение хвостов в районе Золотоуста, а тут уже 100 километров. Может быть, это будет одним из прецедентов проведения чемпионата евроазиатского? Ну, не евроазиатского. Я бы сказал по-другому. Расширение рамок неполномочий, а уже действия Европы на весь евроазиатский континент. Европа, она доминирующей является сейчас в мире, поскольку и по цветности кимонова, вы это знаете, и по всем движениям, которые делаются по изменению правил, по модернизации, само восприятие Дзюдо. Все идет практически от Европы. Но Европа вот расширяет свои границы полномочий и действий уже даже и в географическом плане, и в плане всех методик и стратегий. В 2000 году вы становитесь бронзовым призером Олимпийских игр. В свете сегодняшних событий, насколько в 2000 году чемпионат Европы был для вас значимым перед Олимпийскими играми? В сегодняшних событиях? Да и вообще, Олимпийские игры – это самый определяющий старт для любого спортсменера. Ну, то есть для вас участие в чемпионате Европы 2000 года было как тренировок? А, вы про Европу говорите? Да, да, да. Что касается Европы, Европа для меня была определяющей в плане того, что уже в 1999 году Александр Михайлович был бронзовым медалистом на чемпионате мира. И я считал, что в принципе я веду подготовку для того, чтобы выступать в Бундеслиге, спокойно заканчивать с хорошими начинаниями. Да, я уже был призером Европы 1998 года. И, ну, мне улыбнулось удача. Я прошел по рейтингу турниров, набрал определенные баллы необходимые. Я был третьим в европейском рейтинге. Тогда он был европейский только, а сейчас он мировой. Вот, и попал на него, выиграл его. Тогда у нас шанс более-менее выравнился. И после этого только это было основание для проведения контрольных встреч. Чемпионат Европы предолимпийский, и это был такой решающий шаг к выступлению на Олимпиаде, да? Только, только лишь золото могло влиять на возможность попадания. Серебро просто вообще не рассмотрелся. Как просто болельщик дзюдо, за кого будете болеть на чемпионате Европы? Есть ли какой-то любимчик? Болельщик наших это банально, это заезженная фраза. Да, нет, любимчик. Вот просто вот таково просто вот, ну... Вы знаете, я совсем недавно состав команды узнал, да? Да, но из тех, кто мне близок, и из тех, кто мне интересен, выступают за Фар Махман. В судьбе которого... Ну, как-то мы пересекались, и в судьбе какая-то лепта была нанесена. Мне хотелось бы, чтобы в весовой категории, именно до 100 кг, он смог добиться высочайшей награды. Во всяком случае, потенциал у него огромный, и все шансы у него для этого есть. Его поставили, потому что по всему остальному суставу могу сказать, ну, Саша Михалин, по-моему, тоже будет. Да. Да. Про Сашу еще. Для Саши это старт просто такой, вы знаете, как тренировочный процесс, наверное, должен быть. И больших титулов он не добавит. Он трехкратный чемпионат мира и, по-моему, четырехкратный чемпионат мира. Саша, когда говоришь про чемпионаты мира, про ироку можно было бы даже не вспоминать. Ему самое главное, чтобы у него никаких травм не было, потому что я искренне переживаю за него. Человек достойный, достойный больших наград. И мне кажется, это единственный человек, у которого есть в мировой общественности шанс просто-напросто сводить счеты с рейнером, хедо-рейнером. Мне так кажется. Я могу ошибаться. Не часто смотрю турниры и многие записи не вижу, но тем не менее, по тому потенциалу, по тому настрою и по восприятию дзюдо, психологии даже дзюдо, у него шансы все есть. Все, что касается более легких визовых категорий, естественно, буду переживать и за Мансура, и за талантливый спортсмен, одареннейший спортсмен. И вот его дзюдо, оно очень высокого уровня. Но у него часто бывают, знаете, перепады. Он сам себя может не просчитать. Он может ошибиться с пороги горячика. Но вот ему, ему бы хотелось пожелать хладнокровия на этом турнире. И он сможет тоже так же добиться и звания не только быть медалистом, но и чемпионом. Спасибо большое. Удачи. До свидания. Господин Степкин, у меня...